Сейчас мы живем в этой сарайке. Нет отопления, ничего нет. Отсюда течет везде. В 2018 году Гульнара Усенова вынуждена взяла 7 миллионов в кредит у микрофинансовой организации под залог недвижимости. Ее больному ребенку срочно требовалась дорогостоящая операция. Но тогда, поставив подпись под договором о займе, Гульнара сама не поняла, как подписала приговор. Когда мы заключали договор с займ залога на 7 миллионов, а когда пошли заключать договор денег, она пишет 14 миллионов. Я говорю, а почему 14 миллионов вы пишете? Это же непорядочно. Нет, это так, у нас так положено, ничего страшного. Получив всего 7 миллионов тенге, Гульнара в течение трех месяцев должна была вернуть в два раза больше. Но вдруг ее бизнес рухнул, а другого источника заработка не нашлось. Да и сидеть с ребенком-инвалидом было некому. И тут... Директор Ломбарда подает иск в суд, чтобы взыскать 14 миллионов и 140 тысяч за госпошлину. А когда выписывали, документов на руки никаких не дали, ни договора, ничего, чтобы она могла что-то обжаловать. А ни о чем должник не знал. Вот в мае 2020 года проводят электронные торги. То есть имущество, вот недвижимое имущество, квартира, где они проживают, выставили на электронные торги. Без предупреждения должника. Суд вынес решение в пользу кредитора, а судебный исполнитель запустил его в производство. Единственное жилье Гульнары выставили на электронные торги и продали единственному участвовавшему у них покупателю. В два раза дешевле, чем на тот момент стоила ее квартира. И при этом без уведомления взяли оценку недвижимого имущества, по которой было реализовано это имущество, составленное в 2018 году. Которое утратило свою юридическую силу. Повторное, как они выставляли, 19 миллионов. В мгновении ока Гульнара, сама того не зная, осталась без квартиры, с неподъемными долгами и ребенком-инвалидом на улице. Тем временем человек, купивший ее квартиру за 16 миллионов, тут же продал недвижимость уже за 35 миллионов тенге. Я в больнице лежала как раз, на накопокапельнице утром. И здесь они мне уже звонят, мы вашу дверь уже вскрыли. Все. Я домой говорю, не скрывайте, говорю, пожалуйста, я приду, там у меня ребенок больной. Я прихожу, они уже вскрыли замки, уже внутри сидят. Я уже, чтобы его до конца уже не добивать, все собрала и мы начали собираться. Судебные тяжбы, многочисленные письма в разные инстанции не дали никакого результата. И таких истории тысячи. Одна из них в сентябре нынешнего года довела до стрельбы по людям. Убийство пятерых человек, трое из которых исполняли свои служебные обязанности, нельзя оправдать ничем, заявил тогда президент Тукаев. А позже вновь обратил внимание на проблему высокой закредитованности населения. Сегодня 540 тысяч наших сограждан имеет просроченную на более чем 90 дней задолженность общим объемом 354 миллиарда тенге. Необходимо принять взвешенные меры для поддержки заемщиков без ущерба финансовому сектору. На этом заседании Национального совета общественного доверия глава государства поручил перезагрузить залоговую политику банков и кредитных организаций. Касым Жумар Тукаев предложил несколько эффективных мер, которые должны помочь проблемным заемщикам не остаться без крыши над головой. Требуется обеспечить гибкость залоговой политики банка второго уровня и усилить регулирование оценочной деятельности. В случае, если реализованное имущество заемщика не покрывает сумму основного долга, его оставшаяся задолженность должна списываться. Но только при условии, что у должника нет иного имущества и его доход не превышает двукратный размер минимальной заработной платы. Все эти предложения президента должны найти свое место в новом проекте закона о внесении изменений и дополнения в некоторые акты по вопросам совершенствования бюджетного законодательства. Как раз сейчас он находится в парламенте на стадии рассмотрения и может быть дополнен новыми нормами. Из уже имеющегося в этом документе, например, то, что заемщик будет иметь право сам продать свое заложенное в банк жилье за ту сумму, которая его устраивает. На это должнику дадут три месяца до применения мер принудительного взыскания и еще три месяца во время исполнительного производства. Это даст возможность заемщику самому продать жилье за рыночную стоимость, а значит он сможет погасить свой долг и у него даже что-то останется. Это справедливо. Все страны мира так делают. Об этом и говорит президент. Справедливость аукционов отныне тоже будет регулироваться. И даже если заемщик не продал свое жилье сам и оно пошло на аукцион в принудительном порядке, то продать его дешевле 75% от рыночной стоимости с молотка его будет просто невозможно. Кроме этого, участвовать в торгах не будут иметь право банки, их работники, аффилированные доверенные лица, а также близкие родственники должника. Если его задолженность составляет менее 15%, а долг менее 6 месяцев, то на его недвижимость, на его жилье не имеют права его реализовывать. То есть этот минимальный порог был увеличен. При реализации судебным исполнителям предусматривается норма, что это должно проводиться в электронном виде и что должны участвовать не менее двух участников. Сам процесс реализации должен быть прозрачным. Немаловажным участником кредитных отношений являются оценщики. К их работе очень часто возникают вопросы, которые, как правило, остаются без ответа. Вскоре за явные нарушения при оценке залогового имущества их будут лишать лицензии на 5 лет. Кроме этого, по новым правилам они должны будут регулярно проходить курсы повышения квалификации. Сами оценщики эту норму поддерживают. Сейчас вводится норма обязательное повышение квалификации каждые три года. Поэтому мы не особо спорим по этой норме, потому что мы ее и так выполняем. Но с некоторыми новыми мерами мониторинга их работы оценщики не согласны. Например, предоставление копии отчетов об оценке, которые из палаты оценщиков будут направляться прямиком в Министерство финансов в качестве отчета. Сама цель вот этих отчетов об оценке и вот этой систематизации нам непонятно. Если Министерство финансов хочет оцифровать отчеты, то опять, какую информацию в итоге они хотят получить? О чем? Впрочем, депутаты, которые сейчас работают над новым законом, обещают, что все возникающие вопросы будут конструктивно решаться. Но уйти от ответственности ни у кого не получится. Неблагонадежных оценщиков будут добавлять в особый реестр, так называемый черный список. В судебном порядке отспариваются оценки и признаются, что завышается оценка, понижается оценка. Мы все прекрасно понимаем, что есть, может быть, даже какая-то коррупционная составляющая данного вопроса. Но тем не менее, мы должны, и глава государства говорит о том, что необходимо усилить ответственность. Но забывать и об ответственности должников тоже не стоит, говорят специалисты. Рыночная экономика диктует свои правила игры. И кредиты стали доступны даже тем, кто не может их погасить. И здесь важно понимать, что по счетам надо платить. Доступность этого кредита, она, конечно, приводит к тому, что кредитные отношения – это всегда, прежде всего, это права, это обязанности, это ответственность. Потому что лицо, которое вступает в кредитные отношения с кредитором, он, прежде всего, должен понимать и разделять, что это кредит, это чья-то предпринимательская деятельность. И как должник он должен выполнить все вот эти условия. Все эти нормы вводятся для того, чтобы урегулировать споры между заемщиками и кредиторами, которые все чаще походят на битву за выживание. И если эту волну не остановить, то такие, как Гульнара, будут по-прежнему оставаться у разбитого корыта. Впрочем, ее дело еще не закончено. Следующее заседание суда назначено на 30 ноября. И она не теряет надежды, что свет в конце тоннеля все же зажжется. А новый закон поможет ей отстоять свое единственное жилье у ростовщиков.